Утро, почти 9 утра. Договорились с подружкой приехать в кафешку, позавтракать. Вот я подъехала первая, сейчас жду, она должна подъехать. О, как громко. После этого поеду домой после завтрака и попробую поснимать, если солнце не будет, сегодня облачно, попробую поснимать, что у меня в саду растет, что выжило после этого аномально жаркого лета. Вот так называется кафе, в который я приехала на завтрак. Оно как раз работает для завтраков, для еды. Называется бранч, это между завтраком и ланчем. И на ланче. Вот такое только утреннее, можно так сказать, и до полудня кафе, которое работает. Здесь это очень популярно, люди здесь редко готовят сами завтраки. В основном вот ездят такие кафешки небольшие. А это рядом с домом. Возвращаюсь я домой из кафе. Посидели мы с подругой так хорошо. С девяти утра и до... Вот сейчас уже час десять минут. Какие-то облака такие похожи на грозовые сформировались. Может дождь пойдет. Надеемся, надеемся, что пойдет дождь. Сейчас... О, мусор забрали. Стоит уже бачок с открытой крышкой. Сейчас я посмотрю, если в саду солнца немного будет. То поснимаю или поснимаю потом позже, вечером выложу. Про растения сделаю обзор. Ну вот я уже и дома. Те облака, которые я видела по дороге, когда ехала домой, вылились таки в грозу. Прошел дождь. Все неплохо промочил, но он такой недолго шел. И сейчас я покажу, что у меня пережило это лето. Вот, после дождя у нас тут все мокро. Так хорошо. Немножко жара спала. С 37 спала до 32. Сейчас так комфортно. В кошкину емкость налилась вода. В бассейн немножко подлила воды. Вот сейчас я возьму все свои бумажки и пойду покажу с названиями всего, что у меня вымерло. А что у меня такое сильное, что до сих пор еще растет. Покажу вам в начале вот этот красивый куст. Здесь всегда цветут эти сиреневые цветы. Его очень любят калибри. Пальма. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, называется европейская. Вот она выжила. Все прекрасно растет. Вот этот куст растет. По-моему, это самшит. Такие восковые листочки у него. А вот моя бугенвилля, к сожалению, полностью погибла. Я ее пока не выкапывала, не доставала, оставила. Вдруг, думаю, отрастет. Водичка туда поливается, видно, раз в день. Это лантана, куст. А это здесь, в этой ямке, сидел саженец авокадо. Ну, такой невысокий, около метра, сантиметра восемьдесят, наверное, высотой. Я его выкопала. Он засох. Я его выкопала, отвезла в магазин и мне вернули полную стоимость. Потому что здесь такой закон, если в течение года растение погибает, значит, оно не приживается и можно вернуть деньги. Дальше, мои томаты. Вот это они. Вот где стоят эти палки, здесь было шесть кустов томатов. Все шесть разного вида. Они нас радовали и март, апрель и где-то до пятнадцатого мая. А дальше они перестали завязываться, перестали цвести от жары. Потом упали и засохли. Хотя, как видно, полив везде был. По трубочкам этим вода поступала. То есть, вода увлажнялась, все было нормально. Я дополнительно поливала, но ничего не спасло, когда палит такое, что в тени 48. То есть, все от солнца как бы пропадает. Ну, очень сильно обгорел персик. Так сильно обгорел, и листья попадали, и все. Вот это все, вот листья персика валяются внизу. Поэтому я перенесла с бассейна зонтик. И я его теперь открываю где-то с 11 утра до 4 вечера. И вот чем я настолько спасла его, этот персик, что у меня он даже отрос. Вот это вот все новое отросло. Так, саккулент неплохо пережил. Даже вот пытается цвести. Лантана. Это пуст вот такой же самый, как вот этот. И он как тот желтый цветет, так он цвел сиреневыми цветами. К сожалению, полностью пропал. Это самовысивные пальмы две. Я не знаю, птички, наверное, принесли семенами. Или ветром как-то перебросило семена. Это не с нашего двора пальмы. У нас таких пальм нету. Но они растут вот там за забором у соседей. Поэтому, наверное, каким-то образом они, семена просто здесь посеялись. И вторая вот она, их две. А вот она у соседей растет пальма. Через забор вот видно немножко. И вот они как раз, видимо, и высели здесь. Дальше. Дальше у меня погиб гибискус полностью. Вот он. Буду его тоже выкапывать попозже и заменять на новый. Роза. Не знаю, что с ней случилось. Она как-то из-за жары превратилась, видимо, в шиповник. Потому что вот что она пытается цвести, теперь это какая-то пародия на розы. Что это такое? Они мелкие, они в три раза мельче, чем должны быть. И они какие-то не пышные. Ну, в общем, не знаю. Пока обрежу на зиму, посмотрю, что будет на следующий год. Здесь роза тоже домирает. Просто, просто катастрофа и ужас. Здесь был куст ежевики, полностью засох. Никакой надежды нету, что с ним что-то случится и он оживет. Так, здесь пальма тоже домирает. Почти зеленого не осталось, все почти засохло. Здесь куст шикарно растет. Видимо, такой, что ему нравится жара. Единственный, кто прекрасно перенес эту жару летнюю, это жасмин. Вот такой вот. Он умудряется еще цвести и очень хорошо пахнет, когда мы здесь ночами плаваем в бассейне. Просто запах идеальный для меня. Это базилик. Он тоже немножко подсох тут в жару снизу. Ну, и зацвел. Но листья все равно еще употребляем в пищу. Вместе с помидорками. Так, следующее у меня. Следующее у меня идет вот такое растение. Называется оно гордения. Вот пропало тоже почти все. Это все, что вот это снизу отрастает, это уже идет от корней. Осталась только вот сама верхушечка здесь. Тоже уже он завязался бутончик. Ой, не знаю. Тень здесь от крыши. Не знаю, видно или нет. Тут два бутончика. Собирается цвести. Вообще, цвел он очень хорошо в самом начале весны. Так, здесь аспарагус вот такого вида. Один более-менее нормальный, который был в тени. Хотя тоже немножко подгорел. А другой просто катастрофа. Даже не знаю, он пытается выжить. Он там какие-то еще листья зеленые остались. Не знаю, что с него будет. Так, дальше у меня были вот такие вот лилии, калы. Они тоже все полностью сгорели. Они, видимо, очень любят влажность. Так, теперь идем в эту сторону. Вот лантана вот эта вот с сиреневыми цветками. А та, которая я показывала до этого, полностью погибла. Здесь после обеда меньше солнца, поэтому вот этот куст остался, а тот погиб. Здесь роза. Вот она. Вот такая. Я вот найду фотографии, вставлю, как она цвела. Она цвела, наверное, весь январь, весь февраль, и март, и апрель. Просто удивительно красиво. И пальма рядом с ним. Осталась зеленая только серединка. Тоже пытается, он пытается выжить, но не знаю, как получится. Если жара не прекратится, то, конечно, все это домрет. А эта пальма ничего, только листья нижние немножко обгорели. А так вон вся зелененькая серединка. И даже саккуленты у меня тяжело перенесли солнце. Все-таки они любят, чтобы их не сильно водой заливали. Но, тем не менее, они как-то не любят, когда солнце такое, когда в тени 47-48 на них палит. И здесь тоже у меня цветы бедные, несчастные. Как-то еще умудряются цвести. Непонятно. Даже хотела показать, обгорели листья и плоды у апельсинов. Вот так обгорели. Вот где было на солнце, вот так, и листья тоже. То есть с той стороны, где солнце только по утрам, еще ничего. А здесь просто ужасно. И так же само обстоит дело с олеандрами. Вот они. Листья тоже пообгорали. Целая ветка обгорела. Все надо будет потом чистить это все и обрезать. Сейчас пока боюсь, потому что все еще жарко. И так же само мандариновое дерево и лимонное так же само. Обгорело вот все с одной стороны и вместе с плодами не только листья. Вот такой ужасный год. А тут у меня еще вот розы, розы. И просто обидно, конечно, что не столько, что я и деньги, конечно, потратила, но обидно, что я, как бы сказать, и время свое, и уход. Мне так нравилось, что оно все растет красивое. Вот эта пальма, которую до этого показывала сага. Будем надеяться, что что-то еще отойдет. Ну, такие, как бугенвили или блэкбери или роза. Все это придется, конечно, пересаживать. Здесь еще вот забыла показать вот такой вот вечно зеленый кустарник. Он прибыл к нам из Юга Америки и из Африки. Ну, здесь ему хорошо климатит, потому что нет зимы. Но вот лето жаркое не перенес. Вот он. Тоже буду все выкапывать, когда не так жарко будет. Он, конечно, шапками такими голубыми цвел. Ну, такая красотища. Ну, вот и все. Спасибо всем, кто смотрел меня. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Пока-пока.